привет уважаемые сегодня мы рассмотрим с вами технику бега технику именно медленного бега хочу сказать что от этого зависит не меньше чем от того какие кроссовки правильные неправильные вы выберете о той теме которая коснулся на прошлом подкасте смотрите в чем нюансы организм человека он сволочь такая он постоянно хочет комфорта но постоянно он не любит боли он капризничает если ему что-то непривычно посреди с тем как он выполнял ранее движение соответственно когда вы начинаете заниматься бегом у вас уже организм ставится в некомфортные условия то есть ему раньше было хорошо легко а теперь вы его нагружаете с возрастом после 30 40 50 лет начинается сложнее и сложнее но можно и я считаю нужно значит начну с постановки стопы именно от нее нужно отталкиваться при занятиях бегом объясню если вы ставите стопу не так как нужно у вас соответственно биомеханика такое нудное слово биомеханика движения она нерациональна это раз с точки зрения скорости да вот мы видим на этой шуточной шуточном комиксе справа какой-то китаянки но все прекрасно знаете как это как это чаще всего выглядит коленки в стороны стопы в стороны ты идешь то есть принципе при ходьбе но наверное может быть даже иногда смотрится и красиво но во время бега получается так что у нас суставы голеностопа они развернуты по отношению к коленам тазобедренных суставов в итоге у нас нагрузка на связки повышается и при этом продвижение по ходу бега у нас уменьшается вот смотрите если там где мы идем индейцы вот это вот как идут индейцы второй склад справа колонка значит там получается что вот для ходьбы это будет наиболее оптимальный этап если вы посмотрите на свои стопы у нас получается пальцы же не равномерно расположены не перпендикулярно тому как мы ходим они идут большой палец впереди и дальше по уменьшающие до мизинца уходят ближе к пятке соответственно когда мы стопу ставим чуть-чуть внутрь косолапим для ходьбы это более оптимально именно такой от индейцы по лесу то есть вы отталкиваетесь всеми мышцами стопы именно теми мышцами которые задействуют все наши пальцы то есть продвижение наиболее высокое кстати прыганы в длину толкаясь ставят ногу чуть-чуть внутрь именно для того чтобы задействовать максимальное количество мышц но при беге это не совсем удобно у нас получается не комфортное отношение к коленам и уж тем более некомфортно так как когда мы ставим стопы резко наружу в этом случае мы и продвигаемся меньше представьте что ты на каждом шаге беговом вы теряете 2-3 сантиметра по постановке стопы соответственно при беге там на 10 километров вы делаете заметное количество при тех же усилиях а возможно даже больше вы делаете большее количество шагов соответственно нагрузки на суставы возрастает она мышцы для того чтобы подвинуться точно так же сколько нужно было вот три варианта перейду к следующему моменту это о том основные как в основном ставится стопы то есть нейтральное положение стопы когда вы ставите на пятку когда вы ставите на пятку прокатываясь через прокатываясь через подошву прямо вертикально и из носка отталкиваетесь дальше про нация это такое по есть такое понятие когда вы ставите чуть-чуть ногу внутрь это как раз чаще возникает тогда когда у вас стопа развернута влево вы ставите на внутреннюю часть и потом толкаетесь стопой на кроссовках в прошлом зоне в прошлом занятия вам показывал что бывает если мы ставим стопу не совсем верно у нас стирается какая-то либо левая либо правая часть подошва соприкасающийся с асфальтом быстрее чем чем все остальное и вот от того какая какое у вас положение стопы во время бега соответственно у вас и можно понять по вашим кроссовкам старым о том как у вас такой вас положение ноги идет основные положения как люди бегают да то есть слева у нас видно что стопы развернуты соответственно колени у нас пошли чуть в сторону тазобедренный сустав у нас тоже получается немножко развернут наружу в отличие от того когда мы ставим ноги прямо для многих из тех кто привык бегать чуть-чуть стопами наружу или не чуть-чуть вернуть вернуться в правильное положение ставить параллельно будет довольно сложно но желательно все таки потихонечку к этому идти может быть когда вы начинаете бежать и перестаете думать о технике бега у вас снова будут возвращаться но в идеале все таки каким-то образом пытаться уменьшать угол постановки стоп то есть они должны действовать именно параллельно при этом объясню значит разницу между медленным и быстрым бегом при медленном беге стопы ставится вот именно скажем с двух сторон от воображаемой линии можно чуть ближе и можно значит но не на ширине плеч если вас начинает раскачивать значит что у вас стопы ставятся друг от друга немножко шире чем обычно то есть вот справа у нас оптимальная постановка стоп вдоль воображаемой линии параллельно именно вот так и должны ставиться стопы видим что переходим вот идет справа справа у нас быстрый бег с раскачкой причем небольшой да то есть нога уходит у нас за линию и правильный бег в принципе вертикальная часть голова у нас движется прямо ноги прямо таз прямо работают ноги и руки у нас движение рук компенсирует руки компенсирует боковое качение стопа ставится вдоль воображаем линии центра тяжести это медленный бег быстрый бег у вас скорее всего получится такой как справа следующий следующий момент на который мы должны обращать внимание это положение тела по отношению к поперечной плоскости слева рисунок зад у нас отпячен видим да прекрасно мы движим вертикально по отношению к центру тяжести тела в принципе но что такое бег и что такое ходьба то есть если мы берем именно трактовку физиологии или или анатомии бег это движение это падение тела предупреждаемое выставлением ноги вперед то есть мы падаем выставляем ногу за счет получается и так далее так далее так далее по циклу так вот у нас всегда должно быть тело во время бега чуть чуть чем медленнее бег тем меньше у него наклон но наклон должен быть вперед небольшой быть мы не должны откидываться плечи плечами назад мы должны плечи чуть чуть подавать вперед это будет во первых легче во вторых это будет меньше нагрузка на стопы колени и тазобедренные суставы следующий рисуночек у нас вот такой вот здесь он очень известен этот рисунок такой то всего многие вставляют свои занятия но смотрите в чем неправильность правой действительно взгляд вниз или вверх это неправильно то есть вы смотрите вперед метров на 7 на 8 на 10 может быть метров вы не смотрите себе под ноги как правило все люди бегают по одной и той же трассе то есть у всех есть свои любимые места где можно побегать соответственно мы смотрим вперед вообще в идеале на самом деле во время бега иногда посматривать и вдаль это полезно для ваших глаз мы когда сидим за компьютерами мы постоянно работаем на ограниченном пространстве мы сидим в комнатах мы сидим в классах у нас нет у нас зрачки глаз мышцы хрусталика глаза они работают в ограниченном количестве и вот бег на природе на природе он сильно отличается от бега в помещениях в том числе дороже тем что кроме того что вы тренируете мышцы туловище ног рук плечей вы тренируете глаза то есть я категорически не рекомендую бегать на трендбане именно не только среди ног это вообще будет на беговой дорожке не только потому что вы скажем так убиваете слегка себе колени об этом будет отдельно наверное четвертое и пятое занятие как правильно бегать по дорожке и сколько можно бегать по беговой дорожке во время бега по улицам в открытом пространстве вы тренируете свои глаза вы уменьшаете напряжение на мышцах хрусталика вы переходите из помещений с открытого на открытое с закрытых помещений на открытое пространство то есть об этом не буду больше наверное об этом говорить надеюсь что запомните и надеюсь что все таки постарайтесь избегать от занятий в помещениях с точки зрения вашего зрения это принципиально думаю что вы уже прочитали то что здесь написано значит сразу правильное замечание вперед нога не выносится все не здесь не согласен здесь нельзя приземление вот сейчас секундочку с чем я тут не согласен там где написано правильно приземление на первую часть стопы ребята это для спринта это для и девчата это для быстрого бега для медленного бега мы ставим на пяточку наши кроссовки современные то что мы с вами разобрали позволяет амортизировать нагрузку при приземлении на пятку то есть раньше мы бегали там допустим в тонких каких-то старых кедов или кроссовках да там нужно было ставить на переднюю часть стопы откуда все вот эти заблуждения и пошли значит потому что действительно постановка на стопу смягчает удар удар на землю но с современными кроссовками наиболее оптимально для легких пробежек для них для пробежек в медленном темпе постановка на пятки с перекатом на носок плечи расслаблены ну вот при этом на рисунке плечи нифига не расслаблены под острым углом ни в коем случае нельзя держать вот на правой картинке будет правильно на левой картинке неправильно я специально взял взял ее значит сюда разобрать потому что не знаю честно говоря кто рисовал но абсолютно неверно с точки зрения биомеханики наиболее оптимальная работа мышц у нас идет тогда и скорость и по скорости и по меньшему напряжению если находится 90 120 градусов я рекомендую контролировать вот это движение каким образом когда я бегу у меня большие пальцы находятся на примерно на уровне большие пальцы рук находятся на уровне резинки трусов поэтому вот такие картинки я очень не люблю когда не появляются в интернете здесь просто какая-то непонятная смесь еще раз что мы берем из правильно взгляд вперед правильно плечи плечи расслаблены правильно согнуты в лотях на угол 90 градусов при этом нарисовано 45 градусов вперед вносится бедро не нога целиком верно передняя нога согнута по линии то есть она не ставится вперед но в принципе наверное этого будет достаточно поехали дальше любят показывать картинку как мальчик красиво бежит видно что он бегает уже у нас молодой перевязаны колена значит уже все что то не так и тут я почему я выбрал эту картинку это руки это неправильная постановка рук плечи зажатые так очень кстати многие бегают а вот пример да то есть картинка к сожалению такая попала хвост на скидку мне она понравилась идеальный бег но это бег бег на 800 метров явный но очень очень классно видно как работают руки и даже при такой скорости мы видим как работают ноги что я хотел показать нога не выпрямляется не нужно делать большой длинный шаг нога у нас ставится в момент прохождения она у нас идет со сгибом 130-150 градусов то есть нога не должна быть выпрямлена это касается кстати это большая проблема для тех кто наверное высокий высоким у высоких людей почему-то востребление ноги и не знаю не так будет довольно широкий шаг но они еще при этом стараются выпрямить ногу не разбирался детально в этом почему так и случилось но как то так на этом пожалуй я сегодня закончу надеюсь что дал понять вам как лучше ставить ноги еще раз от этого зависит очень много при правильной постановке стопы нам не требуется дополнительно сильно реальная смазка суставов о том как правильно питаться чтобы получить опять таки будет отдельно у нас меньше ее расходуется как только мы начинаем неверно ставить стопы неверно поворачивать колени неверное положение тела у нас идет повышенный расход смазки в суставах и вот потом начинаются основные проблемы когда этой смазки не хватает начинаются скрипы щелчки хрящ начиная получает на воспаление нагрузки так что кроссовки плюс правильная постановка стопы и надеюсь что у вас не будет больших проблем дальше мы снова в комментариях я отвечу на ваши вопросы спасибо спасибо